Легендарный одесский геймер, чемпион Европы по Старкрафту Алексей Вайтра Крупник успевает сделать более 200 игровых действий в минуту. Он же ушел из профессионального киберспорта, но у него остались миллионы поклонников по всему миру. Он говорит, что детям можно позволять день проводить за компьютером не более двух часов, ведь это может сказаться на их зрении. Но грамотный подход поможет развить интеллект и логику. Киберспорт это спортивная составляющая, где ты соревнуешься не с компьютером, не с инсульственным интеллектом, а с живыми людьми. И это очень развивает логическое мышление, и в будущем это может помочь тебе в жизни быстро принимать решения, взвешенно, правильно. Старкрафт я могу сравнить с Блиц в шахматы. Именно нужно быстро ходить, потому что там бывает на партии у тебя 5 минут, а бывает еще супер Блиц там 3 минуты, 2 минуты. И нужно всю стратегию держать в голове, знать, предугадывать все действия, развить те события. И при этом очень быстро передвигать фигуры. Алексей специализируется на стратегиях, и в ходе открытого урока поделился тактическими советами с детьми. Ты смотри, кстати, почаще на миникарту, потому что когда противники пропадают с локаций, с линии, которые находятся рядом с тобой, скорее всего это идут по твою душу. Искользуй клавиатуру тоже, потому что клавиатура намного ускоряет твои действия в игре. Во время мастер-класса ребята ознакомились с такими популярными играми, как Дота, Counter-Strike, World of Tanks, PUBG, Mortal Kombat и FIFA. Своим опытом, как вникнуть в игровые нюансы, поделились опытные стримеры и комментаторы. На самом деле все зависит от дисциплины. Очень разные дисциплины, по-разному к ним подход. Та же Дота, много персонажей, много скиллов у каждого персонажа. Это умения. Каждый персонаж, там 100 с лишним персонажей, плюс 4 умения на каждой. Это у нас очень много. Больше, свыше 400 умений. И это все нужно запоминать, изучать, как они работают, комбинируют между собой. Если это шутеры, стрелялки, так называемые, то там нужно знать механики именно самой игры, как стрелять, как возможно, с какого оружия, как получается. Плюс ландшафт, территория, ну где происходят все эти события. Мнение родителей о киберспорте можно разделить. Одни уверены, что занятие вредное, другие понимают, что за этим будущее. У каждого есть телефон, у всех есть компьютеры в доме. И с одной стороны, это появился бич нашего времени, что дети очень много проводят времени в интернете, за играми. Но с другой стороны, мы живем в 21 веке, и есть все перспективы, что это увлечение перейдет в что-то важное. Также во время урока свою тренировку проводила одесская команда победителей многих турниров по Доте «Скилл Тим». На тренировках мы тренируем героев, то есть, допустим, играем 10 игр, потом делаем выводы, какой герой сильнее, который нам подходит по плейстайлу. И когда начинается турнир, мы используем тех героев, которых мы натренировали друг для друга на тренировках. И на турнирах чаще всего по Украине мы уже знаем, какой соперник нас ждет, поэтому мы плюс-минус к нему готовы, знаем, что забанить ему, что противное, и удивляем своими пиками. Команда выигрывает, когда сносит вот это здание врага, центральный трон. То есть, тогда игра заканчивается, и победа признается нам. Игру можно перевернуть буквально за что мы любим Доту, за то, что она настолько неожиданная, что соперник может доминировать всю игру, буквально 40-50 минут поджимать нас. И одно наше командное решение, гениальное, ну, правильное, скажем так, может полностью перевернуть исход событий, и соперник уже не сможет вернуться. Перехват и Мэйси с мячом, и это гол! Это я вообще? Ну да, только что тебе забили мяч. Вот прямо сейчас мы участвуем в открытом уроке по киберфутболу. Мы играем с подрастающим поколением в FIFA. И скажу вам, что этот вид спорта, как и любой вид киберспорта, развивает и мышление, и интеллект. Здесь нужно не только знание клавиш и быстрое нажатие на них, но нужно еще и смотреть на игру с другой стороны. И еще скажу вам, что... Вот, смотрите, вот. Да. Соня, что скажешь вообще о игре? Как тебе? Класс. Это он хорош, но я дома тоже умею играть. Вот, и это самое главное. Именно благодаря киберспорту можно, на самом деле, заново влюбиться в эту игру. И просто взять мяч, выйти на улицу и поиграть с друзьями. Ну что, ты с мячом, давай, начинай так. Смотри, у тебя там открыты мяки, и на правом, и на левом флане. Играя больше в пас, я только на трестик тебе нахожусь. Вот, отлично комбинируешься. В планах организаторов создать кибер-школу и проводить еженедельные бесплатные тренировки. У нас есть такой план, так называемая кибер-школа. Мы сейчас ее тестируем. И мы очень хотим привлечь не только на бизнес-основе, не на финансовой основе, но и вот ребят, которые не могут себе позволить платить за это. Мы с удовольствием талантливых ребят, да, подключим к этому. Мне кажется, это очень даже будет круто. Что, вот, ютуберы, это люди, которые снимают разные игры, к примеру, вот. Так что они же тоже как-то научились там играть. И скажи, сколько часов в день ты обычно играешь, и не ругают тебя родители за это? Ругают. Меня мама ругает за то, что я играю примерно, часика сколько, 4? Часиков 4-5, да, играю в день. Во всем нужно знать меру. Любое занятие может принести вред, если заниматься этим бездумно. А вот взвешенный подход под чутким руководством экспертов поможет подчинить новые технологии. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова